Приветствую вас! Насчет мародерства. Если вы когда-то читали историю, вообще мародерство существует в любой войне. В Великой Отечественной войне тоже существовало. Да, 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 про это было не принято говорить, но по большому счету, как вам сказать, на бытовом уровне трофейные вещи в Советском Союзе были и все понимали, что это украдено действительно советскими солдатами. Во время Великой Отечественной войны. Хотя я спорить не буду, боролись, боролись. Действительно, если кто-то слишком увлекался, могли бы под турбунал отдать и даже расстреливать. Война есть война. Вообще, в старину даже существовало такое правило, к примеру, если казаки участвовали в битвах, они просили им дать на разграбление определенное время. Бывало не давали, удивляйтесь. И вообще, если вы почитаете историю мародерства, грабежей, ну, к сожалению, это война. Но я бы хотел про другое рассказать. Если кто-то случайно с вас читал мемуары Деникина, ну, например, или Врангеля, или других российских военачальников, ну, может быть, может, не читали, конечно. Да, там много чего написано такого чисто патриотического рассуждения или типа. Но, смотрите, во всех этих мемуарах они же тоже пытались разобраться, почему проиграло белое движение. Ну, понимаете, все-таки не просто так, конечно, вопрос им задавали. И вот, смотрите, читая эти мемуары, еще раз говорю, это мемуары вычищены, вылизаны. Вы же понимаете, ну, не будет же Деникин там, ну, в любом случае он кое-что подправил. И так, ну, имейте суть. Врангель тоже, ну, вы же сами понимаете. Так вот, смотрите, в этих мемуарах очень четко прослеживаются нюансы. Они считают, что во многом русская белая армия, такая, которая проиграла большевикам из-за мародерства. Понимаете, какая ситуация. Не, красные тоже мародерничали, все-все было. Но был момент, когда Троцкий довольно жестоко с этим начал бороться. Да, расстрелы, требовал расстрелы. Мародерство расстреляли, были, были, были. А белая армия, ну, как вам сказать, немножко либеральна. Ну, то есть, понимаете, вот смотрите, за мародерство… Расстреливались за другой, за мародерство не расстреливали. Не расстреливали, красные расстреливали. Ну, опять кто-то скажет так дальше. И вот эти вот великие белогвардейские генералы, или как они себя называли «русские генералы». Нет, никаких белогвардейских. они как раз писали, что вот это вот мордерство, когда ну грубо говоря, солдат натаскал или ну наворовал имущество и понимаете, у него посылают бой а тот говорит, стоп, стоп, в обозе мои вещи, куда, какой бой вы что, разворуют, другие разворуют, нет и вот он говорит, это погубило погубило русская вот эту вот великую ну наверное где-то не право все-таки говоря, такая ситуация армия, которая мордерничает, да ну вообще, если кто-то читал 30-летнюю войну там довольно было много мордерничества и бывали случаи, бывали случаи вот захватили город все, победа пошло мордерничество ну грубо говоря даже небольшая группа войск противника, раз и разгормила, ну потому что это мордернича они же были заняты такие истории были ну там вообще в 30-летней войне были случаи, когда армии так лихо переходили в одно, в другое ой, что такое не творилось ну почему 30 лет она и была правда с перерывом так что да к сожалению мордерство и война это синоним и действительно во многих случаях ну вообще считается что командиры должны это пресекать командиры жестоко пресекать но вообще считается солдаты должны бояться командира да, уважать так бояться но если в глазах ну солдаты не видят в глазах командира настоящий командир ну рано или поздно ее продадут просто продадут ну знаете отношения ко мне говорят в атаку так удовольствовало мое имущество так что такая вот ситуация, ребята война это всегда плохо это ужасно плохо а мордерство это по-моему убивает любую армию вот такая историческая справка я Продолжение следует...